всем приветики 14 ноября говорю тихонько куля спит я вчера видео говорила про плохие новости то что в Дуняшкиной семье коронавирус вот Дуняшка не болеет но еще неизвестно что будет впереди мы с ней контактировали опять же мы тоже с Колей не болеем и опять же неизвестно что будет впереди конечно глупо садиться на самоизоляцию потому что с Сашей я не общалась только издалека я увидела когда Дуня забирала если же Дуня заболеет то есть вероятность что заболеем и мы с Колей не креплю это с ночи вот не знаю что будет дальше теперь мои какие планы по жизни обязательно буду обрабатывать целый день руки еще тщательнее раньше обрабатывала руки чтобы не заразиться а теперь вдруг мало ли я являюсь там носителем или я болею еще про это не знаю мои руки должны быть чистые то есть если я даю людям тот же терминал чтобы у меня на руках не было никаких инфекций вот никаких бацилл но я не чихаю не кашляю в рот сама себе руками не лажу то есть я могу если я болею допустим но это логично так я мыслю если я болею я должна попасть себе в рот полазить там пальцами и на руках должна быть остаться тут инфекция ну я этого не делаю сами понимаете но все равно руки обрабатывать буду буду перестраховываться чихать кашлять если буду ну мало ли бывает носу защекотит у меня частенько такое бывает аллергичный чих то обязательно это надо делать сгиб локтя или как-то вот отворачиваться по крайней мере пока вот такие вот меры буду принимать и дальше будет видно посмотрим как дуняшка будет себя чувствовать дуня на каникулах потом она вчера мне звонила сказал что на две недели она будет на самоизоляции то есть посмотрят заболеет не заболеет я не знаю повезут ее сдавать анализы не повезут не знаю как мишка будет себя чувствовать но с ней по крайней мере мы видеться не будем также не будем видеться с родителями до каких-то выяснений обстоятельств то есть либо все заболеет либо никто не заболеет либо сдадим тесты я не знаю короче говоря будем действовать по обстоятельствам еще у нас сегодня 14 ноября с колей 8 лет как мы женаты хоть мы живем 15 лет вернее знакомые 15 лет ну и практически мы познакомимся через несколько месяцев стали жить вместе то есть практически 15 лет мы живем но 8 лет как мы узаконили свои отношения в загсе поэтому у нас сегодня да так коля конечно же про это не помнит я бы и сама наверное не вспомнила потому что я потому что я не вспомнила бы да я недавно разбирала документы и просто заткнулась на свидетельство о браке поэтому я вспомнила так я такие даты не запоминаю не отмечаю и не обижаюсь если мне не дарят на этот день цветы или какие-нибудь подарки поэтому для меня это спокойно нормально но вот сегодня вспомнила поэтому 8 лет ура ура да мы вместе узаконили свои отношения вчера напекла гору печенюшек тоже их люблю кстати но ем так с ограничением и наверно все таки несколько штучек возьму сегодня на работу днях был день синичек лисичка мне скинула заметку про синичек оказывается можно яблочко поэтому синичек сегодня на завтрак будет яблочко семечки и свинская недоеденная еда насыпала корм в кормушку а яблочки положила сверху мне просто интересно будут они есть я не знаю смогу это с утра увидеть или нет но с другой стороны потом прилетят голуби если синички это есть не будут а голуби любят топтаться по кормушке не просто это яблочко скинут поэтому пока понаблюдаю если смогу с утра а если нет свой выходной тоже насыплю будет светло и тогда я точно пойму едят синички яблочки или не едят кстати башмаки эти грязные как стояли так и стоят в общем коридоре я и я поняла что это не новые жильцы въехали стали ставить обувь неправильно это хозяева квартиры приходили потому что сегодня еще нашла я там щетку для обуви старую тоже на своей тумбочке видимо хозяева квартиры приходили те жильцы съехали или навсегда или на время и они вот эту обувь взяли и поставили мне на полку я понимаю ну квартиран ты могли бы так сделать да люди не знают люди там только приехали где чё и непонятно ничего но тут хозяева квартиры зачем вы ставите на чужую полку вы чё дурные что ли вы ее покупали вы вообще не понимаете за люди-то такие но вот стоят башмаки посреди коридора и пока с места не сдвигиваются вернее не движутся о недвижимость башмаки это теперь недвижимость вот так вот проезжая мимо в альберис исполнила что мне пришли мои подушки заказала себе да себе лично две подушки классные мягенькие эти с антистрессом и блин гаишники с палкой и что еще заказала я заказала электросокер потому что страшно ходить уже по утрам темно полярная ночь по улице по подъезду я летом ходить не боюсь а зимой мне страшно у меня есть газовый баллончик ему уже миллион тысяч лет и все-таки электросокер он понадежнее и от людей от собак оберегает я конечно по улице мало хожу где собаки бегают вот по подъезду идти мне страшно особенно когда к 7 утра идешь еще весь подъезд спидбан или какой придурок будет за углом стоять даст по башке хорошо покалечит вот а можно и дурочкой остаться я на работе уже несколько дней катаю упаковку томатного сока в машине наконец-то я за него вспомнила занесла обработала фу и фу воняют все поверхности ужас какой забав сейчас здесь ой пусть проветрится малёк надо кошка открыть последние новости лени сегодня придется работать за двоих игоряшка нас приболел ничего такого серьезного у него какие-то проблемы там желудка это на один день но тем не менее анютка сегодня выходная и я сегодня одна поэтому мне придется работать из-за себя из-за игоря сейчас придет продукция брестского мясокомбината мне надо и гасить ветеринарки принимать этот завод вот уже себе распечатала сколько всякого чего полторы тонны продукции потом все это надо будет проверить чтобы сошлось накладной потом если будут приходить люди надо будет место игоря завешивать потом вместо себя здесь все это дело отпускать оформлять документы и прочее ну чё делать производственная необходимость будем работать за двоих уже таскают пирамиду сейчас перетаскают и пойду в зал принимать еще подпрыгни самую гору это половина только ничего себе обалдеть гору приволокли гляньте сколько коробок я уже обработала руки потому что пойду на игоряшки на место работы буду трогать мышку клавиатуру чтобы руки были про дезинфицированная дурная суббота подходит концу даже немножко повязала конечно людей отпускали товар принимали какая-то движуха целый день ну зато рабочий день пролетел и скоро уже домой уже еду домой сейчас заеду в альберис и устью а что тут за пробка на проспекте а ничего не понимаю что машины перестраиваются нет ну да авария кажись кажись авария а мы сейчас вот вот сюда вот нырнем нырнем за нырнем вот все и хорошо на ровной дороге и гололеда ничего не догнали друг друга молодцы товарищ ученик тебе куда сначала стоял поворот показал направо потом налево показал но никуда не повернул сдвинулся с места чё будет дальше мне направо во дворы а тебе куда я уже все получила еду домой посмотрю свои подухи так тебе и куда и мне они тебе прямо какое счастье вернее не прямо а прямее а потом правее вот такие вот классные подухи нам пришли это вообще прелесть такие они вообще просто обалденно этот киска а вот это вот ой шла что он даже а вот это вот зайка зайка гляньте у зайки тоже хвост ну вообще вообще какая ты плелесть так а зачем тут липучка соединять что-то как-то не поняла а вот для чего липучка вот так вот можно этого зайку трансформировать но мне он нравится больше вот так потому что он у меня будет для спанья пусть обожайка будем спать и спать и спать и спать и такой ты классный а вот шокером немножко непонятно как фонарик он светит работает здесь все на английском языке поэтому пошла разбираться каким образом он будет бить током здесь вот по краям видите железные такие штучки видимо через них поступает ток но как это все работает ни слова по-русски надо разбираться может быть какое-то видео или инструкция в интернете сейчас пойду искать все лена разобралась моя защита от нападения работает смотрите не пугайтесь и так опа опа видите короче классная штука продается на вальберис и стоит в районе 500 рублей все удовольствие полежала на новой подушке чуть не уснула коль у меня еще укрыл одеялком думаю нет надо вставать время под и пятый час куда там спать заварю сейчас кофейку и в инструкции написано что электрошокер надо полностью разрядить чтобы это сделать я включила фонарик а потом надо зарядить его до конца полностью кстати автолюбитель который пинал мои колеса вот сегодня при мне привез и выгрузил какую-то чепухню короче теперь когда он будет уезжать это чепухня будет стоять на его месте я не знаю как это называется что и откуда но когда-нибудь дневное время я я вам эту штуку покажу ну и все на сегодня буду прощаться всем пока всех люблю и до новых видео